Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодня наша встреча посвящена логистике, перевозкам и электронным перевозочным документам. На экране вы видите наши контактные данные, то есть наши электронные почты, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобно время или вы не смогли до конца досмотреть, то немного позже мы выкладываем запись вебинара на нашем сайте, и вы можете посмотреть его в удобное для вас время. Соответственно, здесь указаны мои контакты, то есть вести нашу встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардашева Галина. Контакты вы тоже видите на экране. Если у вас возникают какие-то вопросы, пишите нам, пожалуйста, любыми удобными для вас средствами. Мы сможем ответить на ваш вопрос и более предметно, и более уже, так сказать, полно касательно вашей именно ситуации. Итак, программа нашего вебинара сегодня будет посвящена тому, что такое ГИС-ЭПД, как это оформляется, как оформляется перевозка, как должен быть организован документ оборот ЭПД, кто должен оформлять в каких случаях, и, соответственно, какие требуются дополнительные мероприятия, то есть регистрация, работа в ЕГИН информационной системе перевозочных документов. Ну и попутно поговорим там про отчеты, которые можно посмотреть, и, в общем-то, поговорим уже именно на примере. То есть наша сегодняшняя встреча будет построена таким образом. Нормативные документы мы сможем с вами смотреть на слайдах и будем параллельно переключаться на демо-версию ERP, то есть вот таким образом, и уже какие-то моменты смотреть именно на живом, так сказать, примере на программном обеспечении, подругать ручками, понажимать кнопочки, ну, то есть все, что требуется для того, чтобы более полно разобраться в этом разделе программы. Начнем мы немножко, так сказать, с истории балета. То есть что такое ГИС ЭПД? Это государственная информационная система электронных перевозочных документов для обмена, для хранения, ну, то есть в этом случае уже не надо беспокоиться, что у вас документы бумажные там накапливаются в больших дозах, и надо обеспечить их сохранность в течение не менее пяти лет. В этом случае у нас есть список документов, которые в обязательном порядке должны быть для перевозки, для подтверждения перевозки. Ну, и, естественно, могут быть сопутствующие документы, например, распоряжение экспедитором, сертификаты, какие-то другие дополнительные документы, которые будут сопровождать вашу перевозку. Регламентированный перечень достаточно небольшой, и в него включены товаротранспортная накладная. А вот здесь хочу немножечко поподробнее остановиться вот на чем. То есть, естественно, товаротранспортная накладная должна содержать подписи, и на каждый документ, который у вас входит в комплект, естественно, такие документы должны быть подписаны электронной подписью, то есть не только товаротранспортная накладная. Дальше это путевой лист. Путевой лист это, в общем-то, основной документ, который обосновывает списание горюче-смазочных материалов, подтверждает факт перевозки, то есть перемещения груза. И, соответственно, если это транспортная или экспедиторская организация, то позволяет подтвердить рабочее время водителя. То есть, на самом деле, для бухгалтерии более важен путевой лист, потому что в противном случае при отсутствии путевого листа включить состав затрат, например, затраты на топливо будет невозможно. Естественно, должен быть договор между отправителем, перевозчиком и уже итоговым получателем. Ну и, естественно, водительское удостоверение должно быть у водителя, то есть у человека, который непосредственно будет за рулем транспортного средства. И, естественно, должны быть соответствующие категории и допуски. Это минимальный набор, базовый, и его состав не подлежит изменениям. Должна быть доверенность, ну, во-первых, на управление транспортным средством, если это на транспортную организацию, у которой собственный автотранспорт, а управляет им, например, наемный водитель. Или, если это собственник, то, соответственно, должны быть документы. То есть документ, который подтверждает право ввождения и право разрешения на управление. На самом деле транспортный, ну, если можно сказать так, транспортный блок, это, в общем-то, достаточно серьезный квест, потому что здесь очень важно соблюдать правила оформления документов, то, чтобы потом не возникало ситуации, когда перевозка осуществлена, груз доставлен, по документам он болтается в пространстве, и, как бы, никто никому не передан. Здесь у нас будет действовать очень интересный момент, потому что при перевозках, для того, чтобы наш, например, транспорт прибыл из точки А в точку Б, нам необходимо оформление еще дополнительно документов, ну, начиная от страховки груза, от сертификатов, от разрешений, например, фито-контроля на перевозку каких-то документов и так далее. То есть обычно сопроводительной документации гораздо больше, чем содержит в себе вот тот перечень, который мы с вами только что посмотрели. ДО в сфере грузоперевозок у нас были запущены с 2022 года. Действовала тогда эта система на добровольной основе. 1 сентября 2022 года, то есть год практически назад, было выпущено постановление правительства 931, в котором эти правила были закреплены и, соответственно, были установлены правила обмена электронными перевозочными документами. Что такое электронный перевозочный документ? Это, собственно, документ, оформленный в цифровом виде, и это должны быть документы в XML-формате, который согласован с налоговой инспекцией. То есть, соответственно, определенные правила создания этих документов уже утверждены год назад, но в них было достаточно много добавлений и исправлений. И в настоящее время этот документ, в общем-то, также находится в развитии. На данный момент существует всего 6 документов утвержденного формата, обратите внимание, которые используются при создании электронных перевозочных документов. Перечень тех документов вы видите на экране, то есть это сама по себе товаротранспортная накладная, сопроводительная ведомость, электронный заказ-снаряд, путевой лист, заявка на перевозку и договор фрахтования. То есть сюда, в общем-то, входят и автомобильные перевозки, и железнодорожные перевозки, ну, то есть все виды перевозок. Однако каждый вид перевозки имеет свои особенности. Про это нужно не забывать. И здесь, в общем-то, у каждого вида документа имеются дополнительные какие-то особенности, которые надо учитывать и обращать на это внимание. Участвуют в этом документообороте и, собственно, отправители, и грузополучатели, и перевозочные компании, если вы напрямую фрахтуете какой-то транспорт, и работают через промежуточные звенья, то есть через экспедиторов. И, в общем-то, могут быть еще ступени перевозки, если это, например, мультимодальные перевозки. Участники этого электронного обмена не подключаются к ГИС ЭПД, то есть то, что мы с вами поговорили, это электронный перевозочный документ напрямую, а должны делать это через операторов ЭДО. Эти операторы должны быть согласованы с Минтрансом. И с 2022 года это закреплено уже законодательно. То есть теперь уже, скажем так, во-первых, более конкретно, комфортно и оперативно заработали вот эти электронные перевозочные документы. Ну, а самая изюминка в том, что до конца 2023 года электронные перевозочные документы используются добровольно. А вот с начала 2024 года, то есть с 1 января, это уже требования обязательные. То есть они должны применяться в обязательном порядке. Здесь есть несколько тоже тонкостей. Обратите внимание. То есть, как вы видите, заголовок у нас состоит, этап номер титула, кто его подписывает, и какие сведения должны быть включены в этот документ. То есть наименование титул здесь вынесено уже на законодательном уровне. И вот что мы должны учитывать. То есть, естественно, при погрузке товара, чаще всего это оформляет грузоотправитель, и должны быть указаны основные требования, которые закреплены либо в, например, терминах инкотермс для перевозчика, либо в каких-то других документах. И должны быть в этом случае грузоотправителем указаны, естественно, стороны перевозки, водитель, доверенность на водителя, сведения о грузе и о сопроводительных документах. То есть в обязательном порядке должен быть приложен реестр сопроводительных документов. После этого отметку должен сделать перевозчик, то есть указать, что груз получен для перевозки в исправном состоянии, в надлежащей упаковке. То есть, соответственно, что при получении груза не было выявлено никаких отклонений. После того, как перевозчик выполнил свою обязанность, то есть перевез этот груз, на выгрузке он должен заполнить сведения о состоянии груза, что груз в ненарушенной упаковке и, в общем-то, в нормальном состоянии, в таком же, как был получен от грузоотправителя. И, естественно, должны быть отметки, если груз, например, пересекал границу или подвергался какому-то контролю. То есть погрузка и выгрузка это обязательные титулы. Кроме обязательных титулов существуют еще так называемые опционные титулы. То есть это дополнительные сведения, которые должны быть размещены в документе. То есть, во-первых, должна быть зафиксирована стоимость груза. И этот документ, то есть этот титул, должны в обязательном порядке подписать и перевозчик, и грузоотправитель. То есть стоимость груза это очень важный момент, потому что в большинстве случаев грузы страхуются. И при наступлении какого-то исключительного случая, например, повреждения, порчи, хищения, ну, то есть какие-то нестандартные ситуации, которые произошли с грузом, в этом случае наступает ответственность перевозчика. И вот эта ответственность наступает в том размере, в котором была указана стоимость груза. Существует, если, например, это международные перевозки, то в этом случае может быть принята стоимость груза по международному соглашению по декларации КПД. А в этом случае берется согласованная стоимость килограмма, например, груза, и уже от нее рассчитывается соответственность перевозчика. Значит, этот титул, то есть фиксация стоимости, подписывают и перевозчик, и грузоотправитель, как я уже сказала. Если это, например, перевозка, которая связана с экспедиторами, со сменой перевозчика, например, везли на автомобильном транспорте, а потом осуществился перегруз на железнодорожный транспорт или на морской транспорт, то в этом случае будет действовать переадресация, оформляет в этом случае, точнее подписывает документы перевозчик, и, соответственно, здесь должно быть указано, что изменился либо грузополучатель, либо его адрес, либо адрес склада, и, естественно, если присутствует при перевозке эстафета, то есть передается, например, как мультимодальные перевозки, передается груз, обязательства по его перевозу, передается другому транспорту, или меняется водитель, или меняется автомобиль, то в этом случае эти документы оформляет перевозчик, и, естественно, эти сведения должны включать данные об этом моменте, то есть о водителе, о смене транспортного средства, ну и другие подробности, которые сопровождают этот процесс. Как я уже сказала, титул – это часть составного электронного перевозочного документа, которую заполняет каждый участник при завершении этапа грузоперевозки. То есть, во-первых, это заверяется подписью, а во-вторых, отправляется всем участникам такой сделки. То есть процесс обмена электронными документами выглядит таким образом, то есть грузоотправитель, как мы уже посмотрели с вами в табличке, оформляет электронную транспортную накладную, ну, мы с вами разговариваем сейчас про 1С, поэтому, соответственно, принимаем, что оформляется накладная в программе 1С и отправляется перевозчику и грузополучателю. Соответственно, перевозчик принимает или не принимает груз к перевозке и направляет уведомление грузоотправителю. То есть, соответственно, это будет и подписанный электронный документ и факт подтверждения приемки груза к перевозке. Естественно, если планируется какая-то переадресация, например, что транспортное средство должно доставить груз, там, до аэропорта или до какого-то указанного места склада или до таможни, то есть, естественно, на такие движения должны быть оформлены документы, то есть, должны быть внесены сведения о переадресации. После того, как сама транспортная перевозка выполнена, грузополучатель принимает или не принимает груз и, соответственно, направляет соответствующее уведомление. А здесь нужно обратить внимание вот на что, что в перевозочных документах, в товаротранспортных документах грузоотправитель может быть указан один, а грузополучатель может быть указан другой или наоборот может быть указан и грузоотправитель, и грузополучатель как одно и то же лицо. Если, например, идет перевозка собственной продукции с разных мест выпуска или хранения, и после того, как грузополучатель ставит отметку о том, что принимается груз, перевозчик направляет уведомление грузоотправителю и грузополучателю, если они не совпадают о передаче или не передаче грузополучателю. Если, например, была частичная выгрузка, то есть машина везла сборный груз, то в этом случае перевозчик может внести дополнительные какие-то сведения о переадресовке, о возврате, о замене водителя и так далее. Ну и, соответственно, это выглядит, скажем так, достаточно просто на бумаге, а в жизни это гораздо более, скажем так, болезненный и трудоемкий процесс, потому что чаще всего здесь вступает в силу уже следующий документ, потому что, если, например, это был просто перевозчик, который должен был доставить груз со склада в одном городе и на склад в другом городе, то дальше вступает уже в силу доставка до самого грузополучателя, например, до склада и так далее. То есть в этом случае составляется экспедиторская расписка и, то есть это вот у нас два последних пункта, да, заполнительные, опциональные титулы, которые мы с вами уже проговорили немножко раньше. Есть еще один интересный момент, то есть для обмена электронными транспортными накладными, как мы уже говорили, организации не могут напрямую подключаться к электронному, к системе электронного документа оборота. Для этого нужно выбрать оператора, через которого вы будете подключаться и составить с ним естественно договор. Нужно оформить квалифицированные электронные подписи для сотрудников, то есть для логистов или специалистов, которые будут заниматься в вашей компании перевозками для того, чтобы они могли подписывать эти электронные документы. Ну, как мы знаем, квалифицированные электронные подписи сейчас составляют только налоговая инспекция, только налоговые органы, поэтому нужно обратиться заранее в налоговые органы и оформить на сотрудников, которые будут участвовать в таком документе обороте, естественно оформить на них подпись. Ну, естественно, эта подпись оформляется чаще всего на токене и, соответственно, проверить программное обеспечение, что у вас возможно использовать вот такие средства и что у вас установлено нужно программное обеспечение. Затем необходимо подключить вашу программу и проверить само подключение, то есть, как на практике проходят эти электронные документы, то есть, насколько все хорошо работает, и уже только после этого вы сможете начать более-менее спокойно, уверенно работать с электронным документооборотом. Если вы, например, какое-то другое программное обеспечение используете, не один S, то, соответственно, нужно проверить, вообще возможно ли интеграция с платформой оператора. После того, как вы все это проверили, проверили свое программное обеспечение, оформили подписи сотрудников, то, соответственно, вам необходимо выполнить само подключение и проверить, как это все работает, технически, насколько все грамотно и качественно установлено. Кроме этого, необходимо заключить соглашение об обмене электронными документами. Как мы помним, в 2023 году это еще на добровольной основе, а со следующего года, то есть с 2024, это будет уже обязательное требование. И здесь еще нужно обратить внимание вот на что. То есть вы должны заключить соглашение об обмене электронными документами и с перевозочной компанией, то есть транспортной компанией, и второе между грузополучателем, если он у вас, например, отличен от грузоотправителя, о том, что вы применяете электронный документ оборот, ну то есть заключить соглашение и проверить с кем вы его собственно заключили. Если это мультимодальная перевозка, в которой принимают участие несколько видов транспортных средств, несколько компаний, которые этими транспортными средствами владеют, то соответственно нужно, чтобы с каждой из этих компаний было подписано такое соглашение. И ну естественно необходимо проверить, насколько ваша техника позволяет осуществить такой документооборот. То есть, например, если это для водителей планшеты или ну какие-то там возможно телефоны, смартфоны и так далее, то их тоже нужно настроить и подключить к ИДО. То есть для мобильных клиентов проверить программное обеспечение, что люди умеют с этим работать. ну и естественно, кроме того, что вы проверили это все у перевозчиков и у грузополучателя, необходимо, чтобы на вашем складе сотрудники тоже умели работать с такими документами и соответственно имеют средства, то есть те же планшеты или ноутбуки с доступом к платформе обмена электронными документами. это, так сказать, немножко такой исторический экскурс, если можно так сказать. А сейчас мы с вами перейдем на демо-конфигурацию и посмотрим, что у нас там есть. Ну и попутно еще буду немножко обращать ваше внимание на некоторые тонкости, по поводу которых нам приходили вопросы или вообще задавали вопросы наши клиенты. То есть мы с вами будем смотреть это на демо-базе 1S ERP и хочу обратить внимание, что очень важно проверить релиз. На каком релизе у вас сейчас программа. То есть вот по такой пиктограммке мы через сейчас я закрою еще раз повторю путь вот через такую пиктограммку мы заходим в справочный раздел и ищем вот такую пиктограммку и с точечкой то есть информация о нашей программе. То есть вот это вы видите релиз платформы которая у вас установлена на которую вы работаете и конкретная конфигурация и собственно говоря интересует нас вот эта часть где указана указан релиз конфигурации то есть мы с вами будем смотреть на 2.5.12.87 на самом деле это не самый последний релиз но здесь нужно обращать внимание на то что релиз может быть долгосрочной поддержки а может быть без долгосрочной поддержки то есть на данный момент уже есть и 13 релиз но сейчас мы будем смотреть не на самом последнем а так сказать на новом но знаю что уже выпустили другие релизы почему это важно особенно сейчас потому что у нас идут изменения очень быстро очень много идет дополнительной информации которая размещается в конфигурации и соответственно это и регламентированные документы и дополнительно какие-то еще документы то есть вот в случае с электронным электронными перевозочными документами как вы видели мы смотрели раньше на слайдике первоначально было всего 4 документа сейчас уже 6 ну и скорее всего это будет еще дальше усовершенствоваться значит посмотреть мы можем это в разделе склад и доставка то есть как вы видите вот у нас здесь есть пункт электронные перевозочные документы это рабочее место и попадаем мы вот в такой интерфейс вот такой журнал значит соответственно мы выбираем для какой из наших фирм мы будем использовать этот ну я вот выбрала что это у меня Андромеда и когда мы переходим дальше у нас с вами появляется выбор выбор у нас сейчас я удалю это чтобы вот то есть мы выбираем грузоотправителя то есть собственником может быть наше юрлицо а вот грузоотправителем может быть как наше юрлицо так и кто-то другой то есть грузоотправителя мы выбираем вот из такого справочника как вы видите здесь мы выбираем либо справочник контрагентов либо справочник собственных юридических лиц ну и строковое значение только для подписи ну в смысле для печати в документах мы выбираем сейчас документ справочник извините контрагенты ну и соответственно из этого справочника выбираем то что нам требуется то есть кто конкретно будет я выберу вот первое попавшееся лицо и таким же образом мы с вами выберем перевозчика тоже справочник будет нам доступен контрагент организация так же как и здесь грузополучатель потому что грузополучатель может быть другой то есть например порт там железнодорожная станция и так далее здесь тоже такой же выбор у нас есть а вот дальше обратите внимание есть гиперссылка вот такая вот текст настроить если мы проваливаемся по этой гиперссылке то мы попадаем вот в такой журнал и соответственно мы отмечаем те документы которые будут использоваться при вот этом обмене дальше нас интересует кнопочка создать и сейчас у нас есть выбор транспортная накладная заказ наряд и сопроводительная ведомость вот обратите внимание если мы с вами выбираем электронная транспортная накладная это собственно документ который используется при всех видах перевозок при всех видах транспортных средств и так далее то здесь видите очень удобный на самом деле вот такой вот и напоминание то есть интерфейс скажем так понятный интуитивно и сейчас мы с вами занимаемся оформлением титульного листа так сказать отмечаем дату когда у нас должны быть товары отгружены соответственно номер заявки здесь у нас действует контекстная подсказка то есть вот такой вопросительный знак если мы переходим то есть подсказка что это такое какой это документ и соответственно что он имеет какие-то особенности то есть при отсутствии номера указывается без номера то есть не стоит пустой квадрат а стоит или бн или без номера и так далее так это мы посмотрели с вами и соответственно дата заявки когда была подана заявка на перевозку обратите внимание что здесь у нас присутствует подчеркивание красным пунктиром как вы знаете в 1С это поля обязательные к заполнению и соответственно если мы не заполним здесь нужную информацию то программа нам не даст записать эту транспортную накладную собственно говоря здесь заполняется вся информация которую вы имеете по поводу этой перевозки и есть еще иные получатели документов ну вот сейчас поскольку у меня демо версия я не могу здесь никого выбрать видите подсказочка сначала нужно выбрать организацию для которой настроена учетная запись 1С до то есть для которой у нас будет оформлены все необходимые подписи и так далее ну поскольку в моем случае эта организация виртуальна то я ее указать и не могу сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдикам и вот те слайдики которые мы сейчас собственно которые я вам сейчас показала я еще пока выведу на экран для того чтобы зафиксировать ваше внимание то есть в подразделе склад и доставка у нас с вами есть рабочее место электронные перевозочные документы и когда мы с вами запускаем этот раздел то у нас получается вот такой интерфейс мы видим на экране и мы с вами сходили по ссылке настроить и соответственно отмечали те документы которые у нас будут принимать участие в этом документообороте снова вернемся к нашим слайдам точнее не к слайдам извините а к самой конфигурации и в общем-то вот мы заполнили все необходимые сведения можно их проверить то есть уже только после этого записать но видите программа мне сказала что она про меня думает чего я не заполнила ну и дальше я уже могу сфантазировать какой будет своего квалификации такого сотрудника вот ну соответственно это подсказка для того чтобы если вы что-то упустили вы могли вернуться и не гадать а что это такое для чего это и откуда взять такую информацию вот здесь обратите внимание очень важно указывать подробно во-первых должны быть очень четко заполнены данные на перевозчиков на грузополучателей потому что по этим данным будет формироваться потом если вы являетесь плательщиком НДС то будет информация для УПД использоваться то есть для официальных печатных форм если не заполнено к сожалению это очень частая проблема очень часто на это обращают внимание и аудиторы и из-за этого возникает много юридических конфликтов не заполнены сведения водителей то есть не заполнены его паспортные данные не указана доверенность по которой он у вас получил груз ну и соответственно если не указана например масса брута количество грузовых мест то у вас могут возникнуть сложности на таможне при пересечении границы ну то есть в случае если у вас идет например либо импорт либо экспорт либо внутри таможены транзит то есть соответственно это уже проблема которая у вас возникнет в ходе перевозки соответственно сведения о водителе это сведения которые должны быть указаны в доверенности то есть если у вас например сведения вы заполнили Иванов доверенность выписана на Сидорова то в последующем вам придется разбираться хорошо если не придется разбираться с ГИБДД и не придется разбираться с сохранностью груза потому что получил у вас вообще неизвестно кто еще один важный момент то есть если здесь все сведения заполнены правильно то есть грузополучатель место доставки и так далее то очень важный момент это во всяком случае при бумажном товарообороте при получении груза ставятся отметки о том что груз если например пересекал границу то ставятся таможенные отметки выпуск разрешен ну вот аналогичные отметки контрольных органов и плюс к этому например документ ЦМР это если случай у нас идет импорт пересечения границы или экспорт пересечения границы должен стоять штамп грузополучателя и расшифровка его подписи то есть подпись должность и его фамилия имя отчества к сожалению очень часто случаются ситуации были такие вопросы у нас а что делать если грузоперевозка выполнена груз перевезен полностью в сохранности сдан на склад но забыли поставить печать а в этом случае юридически извините груз у вас не может быть получен потому что отсутствует сведения о том что его кто-то куда-то перевез и кому-то передал то есть получается что груз принял перевозчик а вот завершить грузоперевозку он не завершил то есть мы имеем право с него требовать либо этот груз либо возмещение стоимости груза которое указано у нас либо в перевозочных документах либо в договоре либо согласовано другим способом к сожалению таких глупых вещей встречается достаточно много и часто кроме того что мы работаем с электронными документами то есть получается что электронный документооборот в нашем случае во-первых это страховка самого предприятия таких вот нелепых ошибок а во-вторых это в общем-то достаточно сильно облегчает ежедневную ну скажем так деятельность поскольку участники электронного документооборота во-первых должны пройти обучение по работе с электронным документооборотом и в этом случае на такие моменты нужно обращать внимание а во-вторых как вы видите сама по себе конфигурация позволяет подстраховаться и напомнить о том что нужно указать в таком документе кроме электронной транспортной накладной на самом деле порядок действий такой то есть сначала создается заявка на перевозку то есть это у нас может быть либо заказ на перевозку вот здесь по кнопочке создать мы с вами видим электронный заказ наряд и после того как этот электронный заказ наряд подписан согласован сторонами после этого составляется электронная транспортная накладная вот когда мы создаем электронный заказ то есть у нас опять такой же как вы видите маршрутный лист который показывает стап оформление нашего документа и электронный заказ наряд в принципе по такому же товаро-транспортная накладная но здесь немножко разные термины то есть здесь идет указание фрахтователя и фрахтовщика и соответственно в этом случае у нас идет опять обращение к справочнику то есть фрахтователем может быть какой-то из наших собственных юрлиц а фрахтовщик у нас может быть уже какой-то наш контрагент который присутствует в списке контрагентов то есть здесь у нас как вы знаете могут быть и юридические и физические лица если это например ИП но тем не менее это уже контрагент который мы выбираем из справочника еще здесь указывается срок выполнения перевозки то есть часы округляются чаще всего до целого и здесь у нас есть две ссылки условия фрахтования здесь мы по гиперссылке переходим и заполняем ну как бы условия ну в принципе лучше конечно придерживаться международно установленных правил то есть размер штрафов за непредоставление здесь может действовать либо международная конвенция о перевозках КДПГ либо то что указано у вас в договоре штраф который допустим если фрахтователь отказывается от использования транспортного средства ну то есть условия и например что до погрузки требуется дезинфекция транспортного средства или мойка или ну какие-то дополнительные требования и в этом случае так мы считаем что мы здесь все заполнили еще сведения о грузе естественно мы заполняем сведения о грузе здесь они выполняются через дополнительный подбор ну в моем случае это все пустое потому что у меня как бы демо-версия и это не будет заполнено справочнике то есть объем количество грузовых мест и так далее то здесь указываются габариты и указываются они естественно для того чтобы не нарушать например правила погрузки в автомобильный транспорт что должно быть определенным образом размещены грузы в кузове или там например в морском транспортном средстве и естественно должны быть указаны маркировки то есть должно быть указано допустим как замаркированы палеты или так далее в принципе конечно это не для всех грузоперевозок требуется но в любом случае это лучше указывать потому что потом это вас предохранит от дополнительных судебных разбирательств и сведения о маршруте перевозки точно так же указываются какие-то особенности то есть например что он должен ехать через определенный там населенный пункт или обратите внимание то есть здесь может быть указан маршрут в машиночитаемом формате ну собственно после того как мы заполнили все сведения которые здесь необходимо мы уже выбираем записать или проверить если я сейчас проверю у меня тоже будет куча подсказок что же я не сделала и ну то есть для чего это надо исправить ну и после того как у нас оформлены документы есть возможность отследить то есть ссылки структура подчиненности но поскольку у меня здесь не заполнена информация то к сожалению не могу ее записать и соответственно посмотреть движение но когда у вас информация заполнена вам это будет доступно так это мы с вами посмотрели выходим отсюда не сохраняем и кроме этого у нас может быть сопроводительная ведомость которая по такому же принципу заполняется то есть есть маршрутный если так можно сказать лист и соответственно идут уже точно такие же требования точно такие же ссылки по которым мы можем перейти и собственно говоря точно так же мы можем проверить эту информацию и вот при таком заполнении почитать про себя много лестно то есть что мы забыли после того как у нас созданы электронные перевозочные документы еще раз хочу вернуться к нашим слайдам и напомнить вам мы с вами посмотрели уже табличку кто что подписывает то есть вот по согласно этой табличке кто подписывает и о каких средних должны быть отметки как вы видите в общем-то здесь в этой табличке у нас присутствует перевозчик и грузоотправитель в данной схеме у нас отсутствуют экспедиторы но на самом деле основной квест начинается когда требуется оформлять документы по например по перегрузкам или по смене транспортного средства ну то есть когда вступает в силу требования к документам которые должны оформлять экспедиторы здесь особенно внимание нужно будет уделять такому моменту неважно перевозчик или экспедитор оформлять документы но при пересечении границы необходимо соблюдать определенные правила ну например если у нас такие регионы как Калининградская область в которую любые грузы попадают только через границы за исключением может быть авиаперевозок то соответственно должна стоять отметка о таможне о том что данный груз перемещен пересек границу и таможня выпустила этот груз то есть если это например был режим внутри таможенного транзита то есть из России в Россию или если это шли иностранные перевозки то соответственно либо это экспорт либо импорт должны стоять отметки о пересечении границы и достаточно часто бывают ситуации когда например ну водители либо не проинструктировали либо он забыл о том что требуется отметка таможни ну вот были случаи при транспортировке в Калининградскую область когда на пароме из Санкт-Петербурга сюда доставляется груз то есть в Калининград водитель съезжает с парома и поехал спокойно туда куда ему указали адрес разгрузки минуя таможня вот в этом случае для грузополучателя получается очень плохая ситуация потому что если на границе не стоит не поставлена отметка о том что груз пересек границу и выпущен то есть выпуск разрешен то груз будет считаться недоставленным даже если на нем поставил отметку свой грузополучатель в этом случае предприятие грузополучатель не сможет подтвердить ввоз в такую область и соответственно не сможет включить в состав затрат затраты на транспортировку и в некоторых случаях если это например основных средств касается то не сможет подтвердить принятие этих основных средств и указать их в инвестиционном договоре или в отчете который касается особых экономических зон ну такая ситуация к счастью у нас не слишком сильно распространена у нас две таких особых зоны это вот Калининград и Владивосток у них немножко разные правила но для тех перевозок которые касаются этих регионов это очень актуальный вопрос потому что с ним связаны и правовые и очень серьезно имущественные вопросы то есть если предприятие не смогло подтвердить ввоз и участие в этой и участие этой позиции этого основного средства в инвестиционном договоре то он теряет право на применение льгот и дальше уже пошла песня про налоги и про всякие сопутствующие неприятности поэтому очень важно еще один момент который у нас важен при осуществлении перевозок то есть при электронном документообороте как я уже сказала нам в общем-то можно не беспокоиться о сроках хранения этих документов поскольку мы заменяем эти документы электронными и любые заинтересованные организации могут запросить сведения которые им требуются через оператора электронного документооборота но естественно в этом случае нужно уделить внимание подписям то есть если вы оформили электронную подпись КЭП на какого-то вашего сотрудника и вдруг в этот момент оказалось что человек ушел в отпуск или человек там куда-то уехал заболел то есть любые причины отсутствия которые зафиксированы и подписаны документы его подписью то в этом случае возникает конфликтная ситуация что такая подпись может быть признана неправомочной и соответственно для таких случаев необходимо оформить запасной вариант например машиночитаемую доверенность на сотрудника который будет подписывать такие документы и в этом случае это больше административно то есть это не не вопрос конфигурации это вопрос административных действий но тем не менее к сожалению все что связано с грузоперевозками требует очень тщательного продумывания ну во-первых какую роль вы выступаете то есть вы производитель вы грузоотправитель вы собственник груза или нет и соответственно оформление доверенности то есть если вы заказали автотранспортному предприятию автомобильный перевоз то человек должен водитель должен приехать с доверенностью на получение груза то есть без перехода права собственности мы отгружаем груз как к какой-то сторонней организации если это например перевозка морская или какой-то другой вид транспортного средства то в этом случае у водителя или у грузоотправителя тоже должны быть оформлены документы доверенности страховки фитосанитарные документы ну то есть должен быть оформлен комплект документов которые необходимы для перевозки именно этим транспортным средством и естественно если это перевозка грузов которые требуют соблюдения каких-то санитарных требований то транспортное средство должно быть обработано и иметь подтверждение о том что например оно прошло какую-то санацию железнодорожный транспорт у нас часто требует подготовку вагонов то есть соответственно должны быть документы на эту тему собственно говоря кроме того что у нас ну практически уже работает система электронного документа оборота с транспортными с транспортными услугами нужно иметь в виду еще такой момент сейчас мы с вами снова вернемся в нашу демо базу то есть вот у нас электронные перевозочные документы напомню мы их смотрели в подразделе склад и доставка и здесь у нас есть целый раздел управления доставкой то есть в этом случае здесь мы тоже можем допустим если вы имеете собственный транспорт если вы имеете какие-то дополнительные ну может быть постоянные контакты постоянные договора то естественно у вас должны быть такие курьеры и если у вас есть свой экспедиционный так сказать отдел или экспедиторы то естественно можно оформлять документацию которая сопровождает такие перевозки то есть поручение экспедиторам здесь мы выбираем фамилию доставщика и соответственно можем создавать документ поручения экспедитору здесь в принципе указываются те же сведения которые мы видим видели вернее в электронно в электронно товаро-транспортное накладное и здесь мы указываем вот такие подробности то есть в этом случае мы получаем печатную форму документа и после ее распечатки мы можем во-первых вручить ее конкретному исполнительному а во-вторых зафиксировать ее в своем документообороте и еще что нам здесь в этом разделе может быть интересно в отношении электронных документов электронные перевозочные документы у нас есть еще здесь один такой раздел во-первых дополнительное как вы видите то есть если требуются сертификаты например для вашего груза если вы хотите вспомнить по каким правилам размещаются товары и что здесь еще на что нужно обращать внимание при работе с этим блоком здесь есть раздел сервис и соответственно здесь у нас есть возможность обмена не только с ГИС но и с другими например по маркированным товарам у нас информация здесь есть и собственно говоря печать этикеток по упаковочным листам вот в этом случае если требуется соблюдать например правила размещения груза то груз пакуется на какие-то более крупные товарные упаковки то есть это могут быть палеты могут быть какие-то боксы то есть соответственно в этом случае мы можем подготовить распечатать этикетки обычное ну как бы требование если это идут такие перевозки или перевозки сборным грузом что мы должны указывать что у нас например там 30 товарных мест и упаковка там такая это палеты там 10 палет например и другие подробности то есть в принципе в разделе склад и доставка нас интересуют кроме рабочего места электронные перевозочные документы нас интересуют еще и вот эти вот дополнительные возможности ну собственно говоря конкретно оформление именно грузоперевозок на самом деле это детективная история по которой можно говорить еще очень долго вот но вот на данный момент основные трудности возникают при формировании подписей то есть оформлении КЭП при настройке обмена документа документа оборотом напомню что напрямую общаться с этой системой вы не можете вы должны выбрать оператора и соответственно подтверждение своевременное если у вас произошли какие-то смены ответственных лиц то в этом случае вы должны своевременно оформить на них либо машиночитаемую доверенность либо сменить электронную подпись почему это важно потому что в июле 21 года было принято постановление для налоговых органов по которому утвержден список случаев в которых документ отчетность например может быть может считаться непредоставленной и этот список содержит ну наряду там с другими разными упоминания о том что документ подписан ненадлежащим образом ну например что документ подписан умершим человеком то есть когда например руководитель дай бог ему здоровья по какой-то причине умер а его электронной подписью еще подписывают то есть понятно что это чистой воды мошенничество но тем не менее такие ситуации случаются и если например документ подписан дисквалифицированным лицом и срок дисквалификации на момент подписания еще не прошел если подпись имеет сведения о том что информация о руководителе недостоверна например руководитель получил паспорт новый по возрасту или в результате заключения брака а в игрю сведения не внесены то есть при начале работы с электронным документооборотом и с электронными перевозочными документами нужно большое внимание уделить именно вопросу и легитимности подписей и своевременного оформления подписей всем сотрудникам которые принимают участие в этой цепочке сейчас мы с вами снова переключимся на наши слайды и мне хочется вернуться к началу нашего вебинара и еще раз продемонстрировать вам наши контактные данные то есть нашу электронную почту наши телефоны телеграм контакты и адрес нашего сайта мы выполняем любые работы в отношении программ семейства 1С то есть это и продажа и настройка и доработка и внедрение ну то есть любые документы можем и редактировать и настраивать и собственно говоря выполнять любые операции и с радостью окажем вам любые услуги и надеемся что сможем быть вам полезными поэтому просим вас приглашаем к сотрудничеству ждем ваших вопросов и будем рады дальнейшим контактам на этом разрешите закончить нашу встречу поблагодарить вас за внимание за время которое вы нам уделили и так всего доброго до новых встреч до новых до новых до новых до новых Продолжение следует...